Всем привет, с вами Евген. Продолжаем разбирать часть Лейзен экзамена B1 Гёте-Института. Сегодня разберём четвёртое задание. На него даётся 15 минут. И здесь очень важно, в общем-то, как и везде, внимательно прочитать задание, что нужно сделать. Лейзен с идеи текста 20 без 26. То есть у нас с вами 7 текстов небольших. Видите? Совсем маленьких. Нужно их все прочитать. «Wählen Sie ist die Person für Alternative Heilmethoden oder nicht?» И нужно выбрать. Вот это вот люди, которые пишут эти маленькие тексты. Они за альтернативную медицину или нет? «Heil mit würde die mit würde» — это дословный метод, а «heilen» — это вообще немецкий глагол, который переводится «исцелять» в первую очередь. Но в том числе может переводиться и «лечить» в некоторых контекстах, как, например, здесь. «Методы лечения» — «Heilmethoden». И опять же, чтобы правильно ответить на эти вопросы, нужно вот эту часть задания тоже внимательно прочитать. То есть, в каком-то научном блоге мы читаем вот эти вот как раз комментарии. Это комментарии к статье. Комментарии мы читаем к статье на тему «Естественная медицина». Ну, «натура», «de natur» — это природа, естественная или природная медицина, «und alternativer Heilmethoden» и «альтернативные методики лечения». Задание это делается довольно прямолинейно. Здесь, конечно, просто мы читаем тексты и пытаемся догадаться, этот человек за альтернативную медицину или против, и, соответственно, выбираем сразу там «я» или «nine». И если вы прям сразу с первых, допустим, строк даже поняли на 100%, что этот человек за или что этот человек против, можете сразу выбирать нужное там значение «я» или «nine» и идти дальше, потому что здесь очень нам важно экономить время. Если мы здесь время сэкономим и, допустим, на это задание потратим не 15 минут, а 10, то тогда на какое-то более сложное задание у нас будет чуть побольше времени, и нам это будет в плюс. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, надо все делать в таком прям скоростном режиме, спокойно, не спеша, но и не медленно. Пример, как обычно, мы пропустим. И давайте сделаем следующим образом. Я сейчас буду читать весь текст целиком. И после того, как я прочитал весь текст, вы можете поставить на паузу и сами подумать, как вы считаете. Лена, допустим, она здесь нужно обвести «я» или «nein». Она за альтернативную медицину или против. И потом я расскажу, на что я обращал внимание, когда принимал свое решение, и расскажу вам, соответственно, как я думаю, там «за» или «против». И таксна, шалопрошечка. И таксна, шалопрошечка. Лена, ахциньяр альт, Берлин. Принадлежность к тому или иному лагерю очень хорошо показывает использование слова «лечить». В традиционной медицине вряд ли будут использовать вот этот вот глагол «хайлен» и производные от него. Это как по-русски «целебные травы», «целители» или что-нибудь такое, имеет на себе оттенок вот этой вот альтернативности, что ли. И поэтому здесь однозначно. Вот у нее была бабушка, которая хорошо разбиралась в растениях и их целебных свойствах. «Ее самодельный сок от кашля всегда помогал». То есть здесь, ну и потом она говорит «Ди лёйта, весензовини, щебет и натуа». «Люди в городах так мало знают о природе, очень важно писать подобные статьи». Этот человек, Лена, она явно «за». Поэтому мы здесь, ничтоже сумняшись, обводим «я» и идем, читаем дальше. Поехали. Читаю 21-е. Когда я прочитаю все полностью, поставьте на паузу, подумайте сами, как вы думаете, да или нет. И потом я вам скажу свои мысли. Итак, поехали. Also, ich bin Medizinstudent im 8. Semester und finde Ihren Artikel höchst fragwürdig. Зugegeben, viele Ihrer Therapien basieren auf Erfahrungen, aber lassen Sie sich auch wissenschaftlich begründen. Mir scheint die größte Wirkung vom Placebo-Effekt auszugehen und das halte ich für unseriös. Das ist keine ernstzunehmende Medizin. Nickel 26-Wallis. На что здесь можно обратить внимание? Во-первых, человек – студент медицинского вуза. И он говорит, что «Ich finde Ihren Artikel fragwürdig». Я считаю вашу статью крайне спорной. Höchst fragwürdig. Но если человек что-то считает спорным, понятно, что он хочет с этим поспорить. Поэтому, на самом деле, мы сразу здесь могли бы уже обвести «нет» и не трать слишком много времени и идти дальше. Но поскольку мы сейчас не в рамках экзамена, а нам интересно посмотреть, что здесь еще, давайте разберем дальше этот текст еще немножко. Многие ваши терапии базируются на опыте, на личном опыте, на опытах, дословно, auf Erfahrungen. Но обосновываете ли вы их научно, висеншафтклей. Висеншафт – наука, висеншафтклей – научный или научно, в зависимости от контекста. И дальше, если вы, допустим, досюда не догадались, что он против, мне кажется, очень важным здесь словом является плацебоэффект. То есть он приписывает действия всяких этих терапий плацебоэффекту. И его вердикт – «Das ist keine ernst zu nehmen der Medizin». Интересная грамматическая конструкция. Это не медицина, которую стоит принимать всерьез. Вот так это будет переводиться. В общем, однозначно против. Поехали, читаем следующий текст. Позвольте на секунду прерываться и сказать вам о том, что если вы хотите подготовиться к курсной части экзамена B1, а именно к презентации, у меня на эту тему есть видеокурс. Все информации о нем в описании к видео. Ну а сейчас продолжаем заниматься заданием из части Лизен. Здесь, мне кажется, тоже довольно однозначная позиция. Если человек говорит, что он здесь консервативен, это на самом деле еще может ничего не означать. Но дальше я придерживаюсь всегда того, что мне рекомендует мой доктор. Скорее всего, доктор имеется в виду обычный из Шульмедицин. И видите, как он здесь противопоставляет на туомедицин, как бы естественная или народная медицина. Мы могли, наверное, по-русски сказать народная именно. И Шульмедицин, дословно школьная медицина. Ну, научная имеется в виду. Потому что вы знаете, Шуля, это, конечно, школа. Но еще и по-немецки можно сказать Hochschule, высшая школа, это университет. Поэтому Шульмедицин не обязательно именно школьная, то есть, которая в школе проходит, а школьная, которая в рамках обычного образования изучается. И здесь, конечно, он уже выражается абсолютно явно. Denn da, то есть, если речь идет о действительно серьезных заболеваниях, da ist ihre Naturmedizin am Ende nämlich machtlos. Тогда ваша естественная медицина, в конце концов, совсем бессильна. И из этого заключения мы, конечно, абсолютно четко можем понять, что он dagegen. Поэтому мы здесь обводим «nein». И читаем следующий, 23-й текст. Ich bin ausgebildeter Heilpraktiker und freue mich, ihren interessanten Artikel gelesen zu haben. Ich habe Herrn Dr. Hubmann selbst schon auf einem Kongress erlebt und bin immer wieder begeistert, mit welcher Überzeugung er Dinge auf den Punkt bringen kann. Wer könnte so engstirnig sein und sich vor seinen Erkenntnissen verschließen? Steiner, 39, Köln. Во-первых, позицию этого человека выдает, конечно, вот эти вот глаголы. Ich freue mich, я рад прочитать вашу интересную статью. Ich bin immer wieder begeistert. Я все время вдохновляюсь. Явно он вдохновляется неким доктором Хубманом, который, видимо, и написал эту статью. И еще очень важный пункт здесь. Это слово Heilpraktiker. Человек пишет, что ich bin ausgebildeter Heilpraktiker. И помните, я вам говорил, что вообще вот это вот слово Heil, этот корень, является неким маркером альтернативной именно медицины. И он говорит про себя, что я как бы целитель с образованием. Я целитель с образованием. Целитель с сертификатом. Вот как-то так это можно было бы передать. Ich bin ausgebildeter Heilpraktiker. Но если он сам целитель, то понятно, что он к этому всему, конечно, очень позитивно должен относиться. Поэтому 23 мы здесь явно пишем «Я». Он за. Идем дальше. И читаем 24 номер. Als коллега tut es mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass ich Ihren artikel nicht unterschreiben würde. Sie sprechen zwar vom körpereigenen Energielandsystem und vom Neuromonitoring, aber das ist doch nicht alles. Bitte, verbreiten Sie keine Halbwahrheiten. Solange die Naturmedizin so dilettantisch ist, bin und bleibe ich überzeugter Schulmediziner. Ну и, конечно же, по этим всем словам, что es tut mir leid, мне, конечно, жаль вам говорить. Das ich Ihren artikel nicht unterschreiben würde, что я бы не подписался под вашей статьей. Bitte, verbreiten Sie keine Halbwahrheiten. Пожалуйста, не распространяйте полупraft. Halbwahrheiten. Забавное, интересное слово. И дальше говорит Die Naturmedizin ist dilettantisch. Ну, покуда, естественно, медицина остается такой дилетантской, я есть и я остаюсь убежденным, ну, обычным, да, Schulmediziner, убежденным приверженцем обычной школьной медицины. Doktor Turm 61 München. Здесь тоже абсолютно четкая позиция. Конечно же, нет. Обводим и идем дальше. 25. 25. Es ist traurig, aber wahr. Hätte meine Freundin nicht Hilfe in der alternativen Medizin gesucht, wäre sie vielleicht noch am Leben. Ich will niemanden für ihren Tod verantwortlich machen, aber ich warne vor der Leichtgläubigkeit. Erst wenn die herkömmliche Medizin versagt, stellt die Naturmedizin für mich eine Alternative dar. Здесь я тоже думаю, вы правильно все сразу определили. Она говорит грустно, но действительно так. Если бы моя подруга не искала помощи в альтернативной медицине, она бы, может быть, еще была жива. Am Leben sein – это быть в живых. Именно так это по-немецки звучит am Leben sein. Не просто ich liebe, я живу, а вот я жив, я живой. Я в плане, ну, не умер, слава богу, да? Ich bin am Leben. Ich bin am Leben. Ich bin noch am Leben. Я еще жив. Вот именно так это по-немецки говорится. Но с таким посылом, понятно, она не может быть за. Она, видите, в конце говорит. И вот это вот herkömmlich, тоже очень важное и нужное слово. Лишь когда обычная медицина versagt, как бы не справляется. Stellt die Naturmedizin für mich eine Alternative dar. Лишь тогда естественная медицина представляет для меня некую альтернативу. Поэтому здесь, конечно же, тоже пишем nein. И переходим к последнему нашему тексту. Seit vielen Jahren arbeite ich als Krankenschwester und liebe meinen Beruf. Es ist mir ein inneres Bedürfnis, den Menschen zu helfen. Aus Erfahrung weiß ich, wie wichtig die medizinischen Fortschritte sind. Dennoch sehe ich in der Natur die Lösung für viele Leiden. Ich danke Ihnen, dass Sie vielen Zweiflern die Augen für Alternativen öffnen. Здесь вначале непонятно, что она за там или против. Она здесь вроде говорит, что да, я понимаю, насколько важен медицинский прогресс. Но затем она говорит, Dennoch sehe ich in der Natur die Lösung für viele Leiden. И тем не менее, я именно в природе вижу решение для многих страданий. И я благодарю вас, ну то есть автора статьи, что вы многим сомневающимся открываете глаза на альтернативу. Она явно это все оценивает именно позитивно, поэтому здесь мы совершенно спокойно пишем я. И давайте теперь проверим по ответам. У нас должно быть я, nine, nine, я, nine, nine, я. Да, действительно, я, nine, nine, я, nine, nine, я. Все мы с вами сделали правильно. Вот мы и завершили это задание. Мне кажется, оно было довольно простым. Уж гораздо проще, чем, мне кажется, последние два. Если вы не видели другие мои видео, где я тоже разбираю другие задания из части Лейзен экзамена B1, то посмотрите их обязательно. Вы можете найти их в разделе плейлисты. Плейлист называется B1 Götet Certificat. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока.